Гусяна, женщина, осматриваю скорую помощь. Вчера в центре Екатеринбурга одинокая пожилая женщина едва не погибла при пожаре в собственном жилище. Человеческая жизнь была спасена во многом благодаря очень быстрой реакции пожарных. На электронных часах были одни сплошные двойки, когда их вызвали по телефону. Жители, пятиэтажки, еще довоенной постройки, под номером 60 о 22 подъездах по улице Челюскинцев, что прямо напротив управления Свердловской железной дороги. Точный номер квартиры, откуда шел запах гари, люди не знали, только подъезд. Но опытные огнебурцы уже на месте определили, что это жилище на четвертом этаже. Двери никто не открывал и сразу же было решено их выламывать. Потому что хозяйка, 64-летняя пенсионерка, по словам соседей, в половине 11 вечера стопроцентно была дома, а жила она одна. Такая решительность пожарных спасла ей жизнь. Ее нашли лежащей на полу в задымленной квартире, и она была без сознания. Женщину тут же вынесли на свежий воздух, на лестничную клетку, где ее спасение продолжили прибывшие уже медики. Пусть она, женщина, осматриваю скорую помощь. Собственно, само тушение пожара заняло всего три минуты. На площади 1 метр квадратный горели и шаяли домашние вещи. Из квартиры была спасена хозяйка с помощью спасательного устройства. Также звеньями ГДЗС с верхних этажей было эвакуировано 15 человек, из них 5 детей. Благодаря грамотным действиям Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона удалось не допустить гибели и распространения пламени на соседние квартиры. Невозможно было не заметить, что квартира, выходящая окнами на вывеску Центра когнитивных технологий еще до пожара, сильно пострадала, возможно, из-за когнитивных нарушений хозяйки, судя по ее захламленности. Налицо явный синдром Плюшкина. Квартира чуть не по коленам завалена была пластмассовыми емкостями и прочим мусором, натасканным с помойки. Но похоже, что началось это накопление относительно недавно, и жилище еще не превратилось в плотно утрамбованный брикет до потолка. Судя по всему, началось возгорание с чего-то, стоявшего на столе в кухне. Вполне возможно, что коротнуло нечто электрическое. Но благодаря скорости пожарных, все ограничилось площадью в один квадратный метр именно на столе, и возгорание не успело спуститься на ушибанный ядовитый горючим пол.